Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 12 октября и я продолжаю рассказывать вам о сортах томатов, которые и по своему сроку созревания, и по продолжительности, и по форме идеально подходят для консервирования. Я уже вчера рассказала о сорте медовая капля, о сорте оранжевые сливки, о сорте ляна, о сорте дамские пальчики. Сегодня вот настал черед красивого, такого замечательного сорта, черный мавр. Сейчас я расскажу, что на нем написано на пачке, расскажу свое мнение, и сразу скажу, что выращивала нынче я его впервые. Также по обмену получила семена, поменялась с кем-то, если честно, я уже не помню, с кем на что я менялась, было очень много писем, я сначала записывала, потом я все это перепутала. Но все равно хочу спасибо сказать за эти семена, мне очень понравился этот сорт. И сразу хочу сказать еще, что он очень похож на добарао черный, я уже его описывала. И вот одну я с теплицы сорвала, специально принесла добарао черный. Смотрите, если его подложить вот сюда, но этот только я вымыла мокрый, а этот сухой. Они не очень сильно отличаются. Видите как? Почти одинаковый цвет и слевовидный размер. Так что я хочу дать совет новичкам, если у вас есть один сорт, например, добарао черный, то можно черный мавр уже не приобретать, они почти одинаковые. И наоборот, если вы уже приобрели черный мавр, то добарао черный можно не садить, потому что нет смысла выращивать очень много однотипных сортов. Достаточно вот такой сорт иметь, или тот, или тот, он одинаковый. Это я вот как называю сорта близнецы, или хотя бы не близнецы, но родные братья. Так, опишу. Вот на пачке написано, ну не на пачке, вообще в интернете нашла сведения, что это среднеранний и для парников и теплиц. Но эти сведения я хочу опровергнуть, потому что у меня он рос в открытом грунте и сорвала я его только буквально вчера, позавчера, в два этапа. Сначала сорвала я спелые, потом зеленые. Он у меня рос в открытом грунте, и у меня сибирский регион. И сегодня 12 октября, и он весь сентябрь, всю средину октября рос на улице. Не заболел никак, ничего на нем не отразилось, дал хороший урожай. И так что его можно выращивать, скорее всего, и на улице. Просто единственное, что может быть не столько кистей он даст, сколько в теплице. В теплице он может большее количество кистей дать. Он тоже высокий, метр тридцать, метр пятьдесят. Вот у меня он вырос, к забору я привязывала, вырос прямо с меня ростом. Ну, метр шестьдесят пять, значит, он вырос. Он, у него вот эти вот томаты кистями, очень красиво. Вообще он может дать семь-десять кистей, в зависимости от того, когда его, когда закончится лето. Вот как наступит мороз, так его и прихватит. Вот я не считала, сколько у меня кистей, но я говорю, что было очень-очень много кистей. Все, естественно, верхние кисти у меня не вызрели, я сорвала их зелеными. Положила на дозаривание, и я подозреваю, что, как все остальные мелкоплодные сорта, он, скорее всего, хорошо дозаривается и долго хранится. Потом я спущусь в подвал, примерно через месяц, может быть, через три недели, и я покажу вам, какой из сортов дозаривается лучше, какой сохраняется, какой идет в отход. Вот в каждой кисти восемь-десять штук. Это тоже, ну, не знаю, от чего зависит, но бывает разное. Какая-то кисть более длинная, какая-то более короткая. Плоды сливовидные, и вот такие вот, как бордово-шоколадного цвета. Держи. Так, сейчас я воду уберу, чтобы... Вот такие вот плоды. Они очень красивые. Они, конечно, по размеру не совсем одинаковые. Смотрите, есть вот такие сливки, есть попадается вообще вот такая, как немножечко, как бочоночком. Но это ничего, зато они все вкусные. И еще одно достоинство... А, вес 30-50 грамм. Вот бывает такой разбег. Есть 30-граммовая, есть 50-граммовая, но больше они не вырастают, это все-таки сливовидные. И одно хорошее достоинство, что у них толстая кожица. Эта толстая кожица позволяет их консервировать. Они сохраняют форму, они не выливаются. Прекрасно себя в банке. Я уже по отзывам других людей это говорю, сама еще их не солила. Возможно, тоже баночку для эксперимента посолю, чтобы зимой посадить. Ой, попробовать, посмотреть, как они себя чувствуют. И самое главное, конечно, они очень сладкие. Обычно вот такие все маленькие томаты, я уже говорила, и медовая капля, у меня и оранжевые сливки, и добарао черный. Кто выращивал, все со мной согласятся. Вот эти мелкоплодные томаты, они самые-самые сладкие. Потому что, ну, наверное, маленькому томату легче вызреть, набрать вот этого вот сладости своей, чем большому такому крупноплодному. Они очень сладкие. И из этого мы можем сделать вывод, что назначение этого томата универсального, то есть его можно и покушать в свежем виде, раз он сладкий. Можно его и законсервировать, раз у него толстая шкурка. И можно его хранить и дозаривать, раз он вот такой вот небольшой, он не будет вытекать. И плотная шкурка, наверное, все-таки его предохраняет от всей этой порчи. Но это я потом посмотрю и скажу уже точно гарантированно, как он хранится. Ну и ценностью сорта называют, это очень обильное плодоношение, что он именно вот весь-весь в этих кисточках. И высокие вкусовые качества отмечают его. Вот это краткое знакомство с сортом Черный Мавр. Еще раз говорю, что это вот такой, как подобный сорт, как Добарао Черный и Черный Мавр. Но Черный Мавр у меня получился даже немного чернее, потому что Добарао у меня более светлый оттенок, а Черный Мавр он еще почернее. Сорт рекомендую, мне очень понравился. И вкус хороший, и внешний вид хороший, отходов нет. Ни один не испортился, ни один не сгнил, не лопнул. Все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok